На подготовку праздничного эфира в нашем распоряжении было полторы-две недели. Это небольшой срок для того объема, который мы провернули. Решили использовать все возможности богатого архива, накопленного за 16 лет работы редакции. Архив у нас хранится на дисках и в электронном виде. Задействовать пришлось и тот, и другой. Но сначала надо определиться с датой нужного материала. Для этого ведется бумажный архив. Ищем новости за 9 и 10 мая за все годы. Потом отсматриваем и выбираем, что из найденного включить в ролики. Следом из выбранного монтируем специальные выпуски о праздновании 9 мая в Берске и Скитиме, начиная с 2004 года. Получается очень занимательное кино, 30 архивных роликов. Понимаем, люди смогут погрузиться в атмосферу всенародного праздника и увидеть себя на 15 лет моложе. Дети за это время стали уже взрослыми. И главное, лица у людей другие. Они еще не погружены в гаджеты. Берчане и Скитимцы целиком в событиях, на которых присутствуют. Сегодня в почетном строю спецназ пройдет последний раз перед нами. Открывает парад торжественным маршем отдельная бригада специального назначения. Командир части – полковник Шустав Михаил Сергеевич. Параллельно в Берске и Скитиме ищем по архивам очерки про ветеранов войны, снятые в разные годы. К сожалению, многих из них уже нет в живых. И как хорошо, что память о них будет храниться благодаря этим съемкам. Истории, рассказанные ветеранами, участниками той страшной войны, бередят душу. Когда шли из старой руси на перфермование, где поле боя, ноябрьские бои, раньше не захоронены были, в апреле месяц только хоронили. И вот поцелывали поля трупов, много, жутко смотрели. Кто желает на фронт, под Сталинград? Сходнули сразу все. Все, сколько было в строю, все. Нет, так не годно, давайте обратно. Потом стали назначать того, того, того. И вот уже собран архив празднования Дня Победы и воспоминания ветеранов. Записаны поздравления от руководства городов и ветеранов. Остается неделя до праздника, а впереди работа над самым трудоемким проектом – бессмертным полком. Мы попросили берчана и скитимцев записать воспоминания своих родных, воевавших на фронтах Отечественной. И люди откликнулись очень активно. И хотя последний срок был обозначен 1 мая, письма все продолжали приходить. Иногда не на тот адрес, который мы указывали, иногда окольными путями, не через почту. Уже собранный проект приходилось дополнять и дополнять, тратя на это уйму времени. Кто знаком с этой работой, понимает, сколько уходит на то, чтобы выгнать и сохранить собранный ролик. Машина у монтажера закипает от возмущения. Сеть в редакции перегружена, тормозится вся работа. Но все же мы включили в проект практически всех. А это без малого сотня рассказов, в каждом из которых отдельная судьба защитника Родины. Рядом с солдатами и офицерами Отечественной войны их внуки и правнуки, так похожие на своих дедов. Благодарные и родство помнящие. Была поставлена задача разведать передний край противника и достать языка. В эту ночь противник перешел в наступление, и группа разведчиков во главе с дедом попала в окружение. Приняли бой, прорвались, потеряв одного бойца. Остальной состав группы возвратился выполнить задание. За это задание моего деда наградили орденом Красной Звезды. Спасибо деду за победу. День Победы важнейший праздник для всей страны и для моей семьи тоже, потому что четыре моих прадеда тоже прошли через войну. Ну а далее приплюсуем несколько фильмов и песни военных лет, включая присланные нам клипы. К вечеру 8 мая эфир полностью готов. 9 мая прямо с колес добавляем репортаж зажжения вечного огня, снятый поздно вечером на мемориале памяти. И утренний репортаж о возложении цветов к вечному огню. КОНЕЦ Программа немного выходит за временные рамки, но это ничего, ведь 9 мая дорогой для всех праздник, и это не обсуждается. КОНЕЦ